Доброе утро, Саша! До Нового года осталось всего 15 дней, и в нашей студии во всем городе уже чувствуется настоящее новогоднее настроение, уже заработали ёлочные базары и первые новогодние ярмарки. Но сегодня в студии мы поговорим о другом. У нас в гостях учитель года и художник Иван Кудрявцев. Иван, здравствуйте! Доброе прекрасное зимнее утро! Я знаю, что у вас появилось ещё новое звание. Вы заслужили, теперь заслуженный художник Республики Крым. Да, совершенно верно. Расскажите, как так получилось? Ой, как-то всё получилось прекрасно, замечательно. Я очень рад, что Республика обратила внимание на мой труд, на мои старания, на моё усердие, и что мы в день Конституции Российской Федерации в центре столицы, в госсовете, было награждение таким прекрасным званием. Это большая ответственность, это большая честь для меня. Надеюсь, буду нести дальше её. Расскажите, за что получают звание заслуженного художника? Ну, наверное, именно на виднее, за что давать, но за большой добросовестный многолетний труд на Ниве искусства. Расскажите, где сейчас художник в нашем мире? Где его положение? Если раньше, допустим, было понятно, чем художник занимается, как он работает, расскажите, как сейчас это происходит? Ну, вот в советское время художник был, конечно, находился в системе. Он находился в союзе художников, им было большое количество разных заказов, то есть была ориентировка, но это, с одной стороны, ограничивало его возможности, а с другой стороны, безусловно, художник мог где-то себя выразить. Кто-то для того, чтобы себя реализовать, уходил в иллюстрацию, к примеру, в книжную. Но очень много давало государство в плане возможностей. Это были всесоюзные пленеры, это были огромные выставки, то есть всё финансировалось за счёт союза художников. Сейчас не такая возможность, мы ушли от этой системы. Сейчас художник отпущен на вольные хлеба. Ему, конечно, в свободном вот таком плавании, где всё диктует, к сожалению, рынок, потому что рыночные отношения, честно сказать, губят художника, губят его искусство, творчество. И в этой непростой ситуации, где нужно найти компромисс между искусством и выживанием художника как вида, безусловно, художники ищут вот эти сложные компромиссы. Ну, кто как находит. Кто-то занимается, разделяет творчество и заработок для того, чтобы заработком обеспечивать возможность работать творчески. Кто-то открывает частные школы или большинство преподавателей, конечно, художники — это преподаватели. Потому что первое, когда ты в руках имеешь мастерство, тебе зов души передать это подрастающему поколению. — Но я знаю, что вы художник очень популярный, ваши картины никогда не задерживаются, покупают их моментально. Я думаю, вы ещё не успеваете закончить, сделать последний штрих. Как вам это удаётся? — Ну, большинство работ уходят ещё не высохшими, да. Потому что, ну, я очень много работаю, то есть, стою там в 6 утра и заканчиваю работать. Ну, художник может работать только в световое время. Летом, конечно, благодать. Сейчас поменьше, но в вечернее время можно работать над рисунками, эскизами и так далее. Конечно, когда ты находишь вот этот вот компромисс между заказчиком и ищешь своего заказчика, он находит тебя сам, наверное, и ты его ищешь, потому что не стоишь на месте, потому что экспериментируешь, пробуешь, что-то ищешь интересное, новое. Мир безумно красивый. Мы живём в самом красивейшем мире планеты. У нас есть природа, пленэр. Сюда съезжаются художники со всего мира. А мы здесь. У нас всё, все возможности для изображения исторических сюжетных картин. То есть, у нас колоссальнейшая история. Только и в Патуре 2,5 тысячи лет. А сколько прекрасных городов, исторических памятников, объектов культурного наследия. Всё здесь. Здесь Крым вобрал в себя. Это же мчужина планеты. Здесь собрано всё. Здесь такая мекка для художников и вообще для творческих людей. Вспомните историю. Сюда приезжали все вдохновляться. Это удивительное место. И, конечно же, каждый художник, ну, сказать, темы, а какие темы для работы? Да бездна темы, без числа, никогда не исчерпаемая. Всё здесь вот даёт эта наша благодатная земля. Спасибо вам большое, Иван. Мы желаем им, конечно же, как можно больше новых достижений. И вам, и, конечно, вашим ученикам, потому что вы ещё и учитель. Да, преподаваю. Спасибо вам большое. Спасибо. А я пока передаю слово Симферополю. Спасибо большое. 15 дней до 2020 года совсем немного. Желаем Иван, Настя, Иван провести только в хороших компаниях и только вам хороших новостей и верных друзей. Напоминаем, на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» корреспондент Анастасия Крапивина.